Всем привет! Продолжаю серию влогов из нашего отпуска в Карпатах. Сейчас пойдем с вами в спа. Здесь потрясающе просто спа. Я хочу вам показать все, что здесь есть. Вы будете просто в восторге. Вы обязательно захотите сюда приехать. Черт, пора брать с отеля деньги за эти влоги, которые я снимаю из-за обзора отеля. По-моему, мне классно получается. Мяу, привет! Танцуй, давай-давай. Ю-ху, дискотека! Как-то не видно, что ли. Видно все. Семейство в белых халатах отправилось в спа-центр. Только Федя у нас отличается. Могу сообразить. Так, берем полотенце. Сань, брошку. Ты еще мне надо забрать. А шашечку? Одну. Вот так выглядит спа. Здесь такой большой бассейн с классными всякими штуками. Я сейчас вам их покажу. Здесь два этажа. На втором этаже фитобар и всевозможные сауны. Они все бесплатные. То есть, ну, в плане они входят в стоимость путевки. За них отдельно доплачивать не нужно. Я покажу вам самые классные из них, самые интересные сауны. Вот здесь, смотрите, такие отделения с гидромассажем. Он такой лупит конкретно, можно такой хороший массаж живота себе сделать в них. И массаж бедер, знаете, вот так вот по бокам бьет и снизу бьет классно по ногам. Потом вот там вот, смотрите, такая как пещера. Сейчас почему-то отключена, но там обычно льет так сверху сильно вода большим потоком. И еще разного цвета освещение такое красивое включается. Если включится, я покажу вам еще. Такой мостик. И с той стороны детская аквазона. Вот мои уже собрались. Зашуля, красотка, готовится. Ку-ку, кошечка. Такой зонтик периодически включается, выключается. Вот здесь еще такие брызгалки тоже включаются периодически. И вот такой, правда, этот ни разу вот не работал почему-то. Федор здесь вообще в восторге. Вода теплая, где-то 30 с чем-то градусов. До 32, по-моему, градусов температура воды в этих бассейнах. Очень тепло. Лежаки есть такие более сидящие, скажем так. Хотя они тоже, видите, ложатся. И вот более такие, как типичные пляжные торчаные, скажем так. Потом переход из одного лягушатника в другой лягушатник. Тоже очень красиво. Смотрите, такой как массаж. Что же можно делать с спины под вот таким вот напорчиком. И вот там вот джакузи. Она не горячая, она такой же температуры, как в остальных бассейнах. Просто потому, что она бурлит. Вот так вот все здорово. Ну, не знаю, мне очень нравится. Очень красиво сделано. Посмотрите, везде мозаика. Полностью пол в мозаике. Вот эти вот колонны тоже в мозаике. Полностью в мозаике все бассейны. На стенах вот так интересно сделана плитка. Посмотрите, как бы с чешуей. Сейчас я сбоку покажу. Видите? То есть, получается, низ плитки типа отодвинуть немножко, а верх плитки задвинуть. Ну, как будто бы чешуя вот так построена. Оп, выключился грибочек. Сейчас включится какой-то другой бонус. Вот так они по очереди включаются, чтобы деткам было весело. Видите? Совсем мелко. Вот Федор с удовольствием плавает, купается довольный малыш. Ну, видите, начали брызгаться вот эти штуки со стены. Такие прикольные. Квадр песенки поет. А вот эти круги, кстати, детские, они здесь, ну, просто лежат. То есть, это не чьи-то, а это, ну, властность отеля. Собственность отеля, да? То есть, можно их просто брать всем детям и купаться. Так здорово придумано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, зашли на второй этаж. Здесь есть души. Душ вражин называется. В этих душах есть те самые бочки с холодной водой, которые можно дернуть и перевернуть. Но в то же время есть и тропический душ сверху, где можно просто помыться. Что я вам и рекомендую делать после бассейнов. Бассейны очень хлорированные, прямо сейчас утром после бассейна чувствую в носу хлорку. И когда купальник даже на зажиге не одеваешь, чувствуешь запах хлорки от него идет. Идем с вами в сторону бань. Давайте рассмотрим, какие они здесь есть. Первая финская сауна. К сожалению, здесь снаружи нигде не указана, какая температура. Давайте посмотрим, может быть, это указано внутри. Ох, жара. Ага, здесь вот есть... Ага, вот термо, это время, часики. Не знаю, насколько выдержит моя камера такую температуру. Так, здесь вот гигрометры, температура. Значит, о боже, здесь практически 100 градусов. Бежим отсюда, моя камера не выдержит этого. Пошли дальше. Вот это сауна прям моя тема. Здесь вообще не жарко. Я не знаю, сколько здесь... Если есть градусов 30, то хорошо, да? По-моему, даже меньше. Здесь, по-моему, даже градусник не висит нигде. Ку-ку-да, Шуля. Что, зайка? Хорошо. Это же все из мозаики выложено. Все подогреваемые такие лежаки с этой стороны. А с этой стороны сидушки, да? Лежаки и сидоки. Это, я так понимаю, бочка, как там, где нагревается. Сверху водичка с аромомаслами, которая испаряется. Очень приятно пахнет. Класс. Это такой колодец со льдом. А вот здесь, кстати говоря, бассейн с ледяной водой. Здесь очень-очень холодная вода. И сверху в нее из дырочки такой вот... Вот тут вот кабает ледик по чуть-чуть в этот холодный-холодный бассейн. Следующий вариант – это русская баня. Очень типичная. Это вариант для моего мужа. Он здесь постоянно зависает на верхней полке. Не знаю, как там можно выдержать. Приходит весь мокрый. Так, мой герой идет в русскую баню. Давай, давай, заяц. Так, кажется, он выходит. Ждем. Я сейчас ее попробую уговорить, нырнуть в бассейн с ледяной водой. Да, да, да. А, мокрый, вонючий. Нырнешь в бассейн? Ледяной. Давай. Да, Нинь. Даша очень сильно волнуется по поводу того, да, 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 нырнет Федор в воду. Даша, отходи сейчас как брызнет. У нас же папа тяжелый. Красавчик. На второй заход пойдешь, заяц? На второй заход пойдешь? Да. Если пойдешь, мы потом тебя снимем в душе вражень. Ну что, заяц, второй пошел? Да, второй. Ну как, второй нормально? Ну что, теперь душ Жахев. Давай, Федор уже, видишь, орет от голода. Так что давай. Жрать хочешь? Да. Кушать, это же малыш. Он хочет кушать. Он уже лужей будет. Ну все. Морж такого, второго уровня. Да. Да. Я ему на бортик выкладываю, он играется. Римская парная. Вот здесь вот любят отдыхать мои детки. Там очень, скажем так, парилка такая, да, то есть много влажного воздуха. Не буду заходить, потому что там люди сидят, чтобы с ней снимать. Еще одна любимая баня моих детей, это хамам. Но сейчас там, к сожалению, идет какая-то процедура, нельзя зайти посмотреть. Там очень здорово тоже такой лежак каменный, где тепленький, да, можно полежать и отдохнуть. Детки очень любят. Дальше. Дрожжевая сауна. Это кошмар. Запах дрожжей. То есть все, не видно ничего. Я вижу, что там просто парилка. Ужасно воняет дрожжами. Просто вот как будто вы купаетесь в дрожжах. А вот это сенная сауна. Вот это просто кай. Такие вот сидушки. И видите, за каждой сидушкой идет сено. И здесь есть датчики. Когда садишься, то определяет, где занято. Очень классно. Сверху такое звездное небо разными цветами светится. Класс, класс, класс. Очень нравится. Такой запах невероятный. Я сейчас просто открыла дверь, потому что никого нет. И посижу сама, чтобы была меньше температура. Не люблю, не могу в сильно горячих банях быть. Не умею, скажем так. Вот так красиво светится. Просто супер. И последняя сауна, которая есть на этом этаже. Это инфракрасная сауна. Выглядит она вот таким образом. Такая кабинка. Куда вот заходишь, и какие-то инфракрасные лучи светят и греют, я так понимаю. Ну что, посмотрим, что здесь подают в фитобаре. Тут, судя по всему, какие-то пироженки. И, короче, самое вредное, что не наесть, это только в фитобаре. Так, давайте меню глянем. Здесь за наличку. Здесь нет такой системы, как, ну, где-то за рубежом, что на карточку тебе все засчитывается. Потом при выписке, при выписке, ну, при чекауте ты рассчитываешься. Здесь прямо сразу платить. Смотрите. Моршинская, то есть бутылка воды 40 гривен, да. Кока-кола 20 гривен, 0,25. Фрэш 200 миллилитров 60 гривен и 40 гривен в зависимости от фрукта, который вы выберете. Что мы еще посмотрим. Черный чай 20 гривен. Ну, то есть такие цены вообще, ну, не курортные, очень дешевые. Эспрессо 30 гривен, 30 миллилитров 20 гривен, да, что там у нас. Капучино 150 миллилитров 30 гривен, очень приятные цены. Какие здесь есть вкусняшки? У нас есть трысыны, персики консервований, морозового, ванильный. Это вы делаете? А, цедесерт, а, цедесерт. Да-да-да-да. Разумело, дякую. Ага, выход 200, 250, 100 за 78 гривен. Ну, то есть тоже как для десертов, так очень даже нормально. Шоколад, ну, это то, что мы увидели с вами на витрине. И холодные закуски. Икра красная. Бутерброд с шинкой. То есть такой а-ля буфет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы купим? Кушать хочет, да? Клубочка моя. Не, не открой, там закрыто. Видишь, закрыто там. Дядя пришел и закрыл. Сейчас уже пойдем на ужин кушать. Голодный мальчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...